приветствую вас на канале мир ирины и сегодня я хочу с вами поговорить о каланхое я продавала свои излишки и естественно продавала каланхое и много было вопросов именно по каланхое а как за ними ухаживать уходу по каланхое если сказать в общем то уход не отличается ничем от других суккулентов новичку конечно очень трудно сориентироваться и поэтому я насколько у меня уже появился опыт постараюсь вам объяснить как это происходит у меня но и конечно я не буду утверждать что делайте именно так это вы будете уже делать сами как вам понравится каланхое они бывают вот такие вот пушистые если кого-то интересует все мои каланхое у меня есть видео 27 видов каланхое вы можете перейти и посмотреть все виды какие у меня есть каланхое чтобы опять 27 растений сюда не тащить я их потому что сами знаете с полок снимать ставить очень трудно я взяла только вот такие виды чтобы наглядно показать вот например вот такие бархатистые как бихарского до мальтийский крест розылив бихарского фанк все эти каланхое у меня есть вот данная каланхое это каланхое бихарского у него такой плотный бархатистый лист толстый ствол растет растут такие каланхое довольно-то высокие большие большие меры каланхое ну насколько большие меры конечно не такие как посадите в ведро и в ведре вырастет но если вы посадите вот в такой маленький горшочек такой приличный будет кустик есть такие вот каланхое которые таминтоза то есть это велоса это каланхое нигра каланхое шоколадный солдатик каланхое какое еще есть у нас пушистые есть белые пушистые каланхое вот это вот такого таминтоза значит таминтоза это значит войлочный есть вот такие каланхое как аргеаль аргеалис аргеалис тоже есть но сейчас я его не достала олени рожки вот смотрите вот такое каланхое да есть вот такие у меня тоже их несколько живородящие которые на листочках у них детки вот смотрите у них на листочках детки есть вот такие причудливые например как тирсифлора тирсифлора вообще но у меня вот так вот она выглядит вот так тирсифлора да а вообще они лист крупный это я видела естественно наблюдала видела видео на картинках и красный цвет дает но у меня красного оттенка нет потому что под лампами естественный цвет конечно влияет на серые стены лучше чем под лампами и вот такой чудесный каланхое это орикула вот это ну как бы такие причудливые формы я их очень люблю когда вот такие вот ну и множество множество всяких есть таланхое таланхое фетченко я взяла зарегатный экземплярчик который красивые смотрите вот вот такие каланхое что значит по грунту по грунту я скажу так грунт у меня для всех одинаковый и вообще грунт для суккулентов вы можете любой любой сделать какой вам понравится даже вы просто с огорода или с клумбы наберете и суккуленты будут расти но риск увеличивается если грунт задерживает влагу то увеличивается риск залить растения если вы растение зальете она пропадет и получается что лучше минеральные грунты которые водопроницаемые воду не задерживают и риск растения угробить меньше про полив от чего зависит полив вот смотрите если у меня вот такой каланхое мощенькая такое каланхое таком вот горшочки горшочек плененый ну сантиметров 12 это я глазомером его измерила сантиметров 12 вот этот горшок вот смотрите я налью в этот каланхое воды например одинаково и в этот налью одинаково ну примерно и горшки то одинаковые вот такой каланхое конечно воду выпит у меня быстрее то есть пересохнет горшок быстрее потому что здесь и ствол толще и лист толще и то есть вот этот каланхое придется поливать чаще вот такой каланхое придется например реже поливать вот в таком маленьком горшочки еще реже допустим да либо меньше если я сюда например побольше воды налью то сюда налью поменьше если у меня нет возможности вот над ними прыгать но естественно нет такой возможности я практически поливаю все растения в один раз то есть ну если уже вижу там смотрю думаю вот бедный засыхает тогда я плесну туда маленечко водички чтобы он совсем не умер и бегу дальше занимаясь своими делами там на работу нужно или еще куда-то а если вот полив например идет то я поливаю всех все одновременно и химере и каланхое и все что у меня есть все поливаю одновременно но соответственно сюда я налью воды побольше а сюда я налью поменьше потому что здесь меньше горшок то есть получается полив зависит от грунта зависит от горшка если вы посадите в личузу то придется конечно поливать почаще потому что лицу личу за очень водопроницаемая то есть она вода уходит прямо на ваших глазах вы проливаете ее несколько раз проливаете и сцеживаете поддон чтобы камни вот в эти камушки минеральные впитался грунт и хоть как извиняюсь впиталась вода и хоть как-то она бы задержалась вот что я могу сказать про полив все суккуленты конечно же любят освещение освещение бывает какое искусственное с помощью ламп ультрафиолетовых и естественный свет но так как световой день уменьшается а суккулентом нашим надо от 12 до 14 часов подсветки либо же если нет прямой подсветки ну то есть суккуленты стоят не на окнах а на стеллажах то естественно мы их досвечиваем лампами специальными я пользуюсь лампами юниель только юниель юниель ламп бывают разных размеров и разных ватт чем больше ватт тем длиннее лампа такого нет чтобы например лампа была короче а вас в ней было меньше если самая длинная это 35 ватт потом идет покороче 24 18 еще короче 16 еще короче и на 10 ватт еще короче количество ламп зависит от полки какая у вас по какая ширины полка на одну полку нужно не менее 70 ватт вот и смотрите что если полка 30 сантиметров то лучше повесить две лампы по 35 лежит либо же 4 например по 18 это будет намного удобнее ну про лампы если хотите я могу рассказать другом видео а сейчас продолжу про освещение лампа от растения желательно чтобы было от 7 до 15 сантиметров не больше 15 сантиметров если вам по находится на высоте от растения больше 15 сантиметров то это уже больше пользы нету получается что растение все равно будет тянуться если некоторым нужно ниже некоторым выше да и растения вот одни ниже одни выше я подставляю подставки бывают даже горшочки точно такие же там какие-то горшочки переворачиваю донышком и сверху ставлю но более низкий конечно чтобы устойчиво было конечно смотря обращаю внимание на это крышечки подставляю вот например от кофе крышечка где-то сантиметра полтора идет и бывает достаточно вот на полтора сантиметра поднять растения достаточно для того чтобы у него был лучший окрас и был ну вот такое я придумала себе вот такие подставочки потому что всех на одном уровне поставить растения это невозможно одно выше другое ниже одно любит больше свет другое меньше любит цвет а какое больше или меньше любит освещение это вы должны уже своим чутьем определить то есть наблюдать за растением и посмотреть вот смотрите что-то она немножечко тянется значит нужно его поднять повыше к свету либо же что-то подгорает значит нужно и либо убрать в менее освещенное место например по краям и менее освещается в углах в каких-то меньше освещается значит нужно поменять местами это все наблюдается это все приходит с опытом значит про освещение я вам рассказала еще хочу рассказать пример как зависит освещение например для растений у меня есть такой очень хороший пример это на колонкой олень и крошка так получилось что вот это растение у меня стоит где-то сантиметров пять от лампы но такое место ему досталось что вот так лампа висит и она смотрите на такого вот бордового цвета вот такой окрас прям да я а вот здесь наверное сантиметров семь-десять расстояние от лампы она уже намного зеленее вот пожалуйста как влияет освещение я вам показала но все это каждый будет наблюдать у себя на полочках ну и давайте по каждому колонкой вот как какой у меня есть я расскажу про размножение ну вот такие олень и ружки конечно же лучше черенками черенки срезаем соответственно мы срезаем череночек дает веточки в разные стороны получается кустик хороший и заодно размножение происходит вот такие колонкой вот такое колонкой вот особенно вот таминтозы колонкой очень хорошо отлит размножается от листочков но от листочков конечно дольше процесс но он как бы у колонкой не такой долгий как например у хивери и других суккулентов которые от листочка размножаются у колонкой вообще там даже незаметно если вы набросаете этих листочков или либо же чаще всего получается что они отваливаются сами редко что в начале пути вы только можете пробовать потому что интересно а дальше уже не интересно листочки они просто сами бывают отваливаются поэтому от листочка колонкой размножается вообще шикарно ну и соответственно черенками и вот такой вот колонкой бихарская он тоже от листочка вообще может кустом шикарный дать но единственного на моем опыте она он у меня рос это колонкой рос у меня одним стволом мне пришлось его срезать макушку и тогда вот пошли вот эти веточки только так удалось мне сделать кустик очень не нравится колонкой орикула осенью он у меня начал отсушивать листья нежные нижние очень сильно я испугалась но меня успокоили что это у него такая особенность и вот такой тырсифлора я его размножала персифлора размножается пнем хорошо очень от листочка у меня не размножился если у кого-то есть такой опыт что размножали от листочка напишите что ирина от листочка размножается потому что я ложе положила листочки результата не было от дня идут детки хорошие вот такой вот здесь я тоже хочу его еще раз переукоренить попробовать может быть вот эти вот лапушки вот эти листики будут еще больше но об этом я вам расскажу в дальнейшем если это так будет каланхоя фетченкова реегатный и вот такой каланхоя из серии живородящие вот такие каланхоя также можно размножать срезая стволик и соответственно детки детки если дождаться они везде сеются они могут где-то незаметно спрятаться и дать хороший пенечек я обычно где они населись на сеются я их выдергиваю прополку делаю а если бывает не заметишь и смотришь уже такой хороший прям череночек вырос где-то незаметно спрятался как кушата они у нас везде подкидываются и там размножаются вот что касается каланхоя фетченко вы знаете его каланхоя фетченко кожи ведь листики дают если к листочек фетченко положить на грунт и увлажнять его вовремя то у него по кругу вот так по листочку по кругу тоже образовываются детки вот таком виде они не образуются а если положить на грунт детки начинают по кругу листа расти у меня были такие детки но там нужно было следить чтобы увлажнять почаще они у меня потом как-то я забыла там они меня на подселении были и они просто высохли и все ну такой надобности великой нету размножать детками такое каланхоя поэтому она хорошо черенкуется друзья и вот забыла показать вам мой любимый вид каланхоя это каланхоя куропатка я его недавно переукоренила красавца вот это каланхоя такой каланхоя тоже хорошо размножается от листочка и вот такой он красивый и вот эти полосочки если света будет недостаточно он их прячет то есть он будет зеленый если будет достаточно света но если света будет достаточно он такой красивый вот такой рябенький как куропатка а вообще это каланхоя фигурейдер называется ну что ты в этом роде фигурейдер или фигурейдер вот так значит еще в заключении скажу так каланхоя любят полив но это не значит что нужно их поливать вот заливать каждые два дня они не любят просушку вот если например нужно следить вовремя успеть полить когда полное просыхание горшка а если это полное просыхание горшка начинает длиться долго только ланхоя такую просушку не любит которые пушистые и которые такие бархатистые они сбрасывают листья очень хорошо если долго происходит пересушка а вот такие вот гладенькие начинают вянуть ну вот и все пожалуй пока пока ваша ирина если какие-то вопросы я вам не рассказала пишите в комментариях все напишу все расскажу